Сегодня Россия – один из мировых лидеров в сфере сохранения биоразнообразия. Федеральная система особо охраняемых природных территорий включает в себя 103 заповедника, 51 национальный парк и 58 федеральных заказников общей площадью примерно 62,5 миллиона гектаров. Одним из последних был образован национальный парк «Сингелеевские горы» в Ульяновской области. В ближайшее время в правительство будут внесены проекты постановления о создании еще пяти территорий. Это заповедники в Ленинградской, Новосибирской, Томской и Архангельской областях, а также в республиках Карелия и Якутия. В целом же до конца года по всей стране будет насчитываться 11 федеральных и 76 региональных особо охраняемых природных территорий. Есть уникальная система, уникальная охранная территория, которая была создана многими поколениями наших граждан, наших людей, кто и как энтузиазм, и как профессионал этим занимался на протяжении 100 лет. Вот мы в этом году празднуем вот эту особую для нас дату. И вот за 100 лет удалось очень серьезно продвинуться как в создании самих опыта, так и в функционировании. В преддверии форума сотрудники Кавказского заповедника совершили восхождение на гору Цехвоа. На самой высокой вершине в Краснодарском крае и Республике Адыгея они установили памятный обелиск и флаг столетию заповедной системы. К юбилею российских охраняемых территорий запланирована и закладка аллеи. А сегодня состоялось награждение лучших работников российских заповедников и национальных парков государственными и ведомственными наградами. Программа форума расписана на три дня. Участники обсудят вопросы охранной территории, борьбы с браконьерством, познавательного туризма, волонтерства и обсудят планы по сохранению и развитию сети биосферных резерваторов ЮНЕСКО. Работа форума состоит из трех частей пленарного совещания, встречи министров охраны окружающей среды и заседания Межгосударственного экологического совета, по итогам которого участники примут Сочинскую декларацию. Этот документ ляжет в основу последующих законотворческих инициатив и различных проектов в области развития заповедного дела. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.